Добрый вечер, наши дорогие зрители. Мы рады приветствовать вас на презентации новой программы «Школы модели Elite Stars». Меня зовут Наталья Грель, я являюсь директором «Школы модели» с 1998 года. Вместе со мной прямой эфир ведет Наталья Кузьменко, менеджер «Школы модели». Добрый вечер, спасибо, что нашли время и подключились к нашему прямому эфиру. И надеюсь, что в скором времени мы встретимся с вами на пробном занятии в «Школе модели Elite Stars». Но сейчас, да, перед тем, как мы начнем, давайте проверим связь. Поставьте, пожалуйста, десяточки в чат, если вы нас хорошо видите и слышите. Так, девяточки пишут, сейчас сделаем громче. Отлично, пошли первые десятки. Замечательно. Если на каком-то этапе у вас зависнет страница, просто перегрузите ее. С нами вместе техническая поддержка. Вы всегда можете задать вопрос по настройкам. Также все вопросы, которые возникнут у вас в течение эфира, вы можете писать в чат по ходу нашей беседы. И также мы выделим время в конце нашей встречи. Постараемся ответить максимум на все вопросы. Сейчас вижу, Софья и Колешина отправили вопросик. Скажите, пожалуйста, напишите, вы нас слышите, видите. Какой у вас вопрос? Что мы сейчас уже сразу настроили трансляцию? Да, буквально, наверное, секунд на 10-15 идет задержка трансляции. Это нормально. В принципе, вы даже это не почувствуете. Изображения как таковое нет. Если вы смотрите с гаджета, телефона, максимум, что вы можете сделать, из такого его расположения, перевернут в горизонтальное, возможно, экран станет больше. Так, отлично. Отлично. И мы продолжаем. Нас часто спрашивают, чем мы отличаемся от других школ. На первый взгляд, процесс обучения в школе моделей лиц старств действительно напоминает другие модельные агентства, но внутри он устроен таким образом, что обладает повышенными, а иногда просто неожиданными возможностями. Например, мы постоянно работаем над созданием особой модной индустрии для своих учеников, организуем многочисленные показы, фотосессии, кастинги. Мы практически стали лидерами по проведению модных мероприятий, модных проектов, и наши социальные сети пестрят фотоотчетами с показов, с дизайнерских конкурсов, с фотосессий для глянцевых журналов. Напишите, пожалуйста, в чат «Троечки», если кто-то из вас уже был на наших мероприятиях, видел фотографии, может быть, является подписчиком нашего Инстаграма и следит за публикациями. Так, так. Я смотрю, что все-таки у кого-то не включилось видео. По-настоящему для видео выделена небольшая часть окошечка. Заставка действительно статичная. В течение нашего мероприятия будет, в течение всего эфира будет на экране презентация. А мы с Натальей только в уголочке небольшой процент. Так, я рада, что вы следите за нашими проектами. Еще один важный момент отличия нас от других школ – это мы формируем группы по возрасту. Вы никогда не встретите в одной группе в нашей школе модели пяти- и пятнадцатилетнего ученика на одном занятии. Вы можете выбрать курс, подходящий вам по возрасту, и записаться на бесплатное пробное занятие в подростковую группу, в группу для девушек, юношей, а также во взрослую группу, которая сейчас считается у нас самой популярной. Это группа «Вумен». В нее можно записаться женщинам под 28 лет и старше. И самое, наверное, главное отличие – это возможность дальнейшего развития в нашем модельном агентстве «Ридстарс Модел Менеджмент». Мы не просто школа, мы школа, работающая при агентстве, и наши выпускники могут стать частью нашей команды после ее окончания. Большинство школ работает без агентств. Большинство агентств работает без школ. К нам часто приходят выпускники с дипломами школ, который мы называем, ну, мягко так, чтобы не обидеть, школы вышивания, кружки вышивания. Почему? Потому что они готовят в некуда. Нам, а также другим модельным агентствам, чужие выпускники не нужны. Никто не знает, какие знания вложены. Никто не знает, насколько их фотопозирование, насколько их модельный шаг действительно соответствует требованиям. Часто выпускники таких школ идут к нам учиться, и я бы даже сказала, переучиваться. Переучиваться гораздо сложнее, чем учиться заново. Я надеюсь, что вы уже таких ошибок не совершали. И с нулевой подготовкой придете уже буквально, наверное, на следующей неделе к нам на первое пробное занятие. Так вот, наша школа уже более 20 лет занимается поиском и подготовкой новых лиц совместно с модельным агентством «Лид Старс». Вместе мы являемся крупнейшим звеном и создателем сети российских агентств «Лид Старс Модел Менеджмент». Нам удалось объединить ряд лучших модельных агентств в России в единую команду, что позволило стать лидером на международном модельном рынке. Благодаря этому сотни международных модельных контрактов подписываются ежегодно, и модели «Лид Старс» работают в ведущих мировых столицах Европы, Америки и Азии. Для любителей конкурсов красоты у нас тоже отличная новость. Модельное агентство «Лид Старс» является региональным представителем конкурса «Мисс Россия» и организатором отборочного тура. Победительницы «Мисс Россия» ежегодно представляют нашу страну на крупнейших международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Селена» и «Лид Старс» – единственное агентство, чьи модели неоднократно представляли Россию на этих проектах. Чтобы вдохновить вас, я скажу, что стать «Мисс Россия» возможно. И это доказала выпускница нашей школы моделей Эльмира Абдразакова. Она завоевала главную корону конкурса в 2013 году. Кстати, история Эльмира известна тем, что она даже не успела побывать на собственном выпускном своей группы, которая была организована нашей школой моделей. Дело в том, что выпускной у ее группы должен был быть 8 марта, а 2 марта она стала «Мисс Россия». И так часто бывает, что не успев закончить обучение, ученик уже начинает работать. Ведь еще во время занятий вам будут доступны кастинги. вы будете подписаны на персональную ленту сообщений, где робот с помощью наших менеджеров по продвижению моделей, по продвижению новых лиц, будет вам высылать в личные сообщения ВКонтакте всю информацию о мероприятиях, которые происходят у нас в агентстве. К тому же наша система оказалась просто уникальной. Мы организовали работу модельного агентства и школы моделей рядышком. Что это значит? Значит, что школа моделей и модельное агентство, они расположены рядом. Это одни и те же кабинеты. Это один и тот же офис, который находится рядом с учебными классами, с теоретическими, зеркальными классами. И менеджеры, занимающиеся продвижением новых лиц, они будут присутствовать вместе с педагогами, вместе с вами на занятиях, на проектах. Они помогать будут вам принимать участие в показах, будут готовить вас к фотосессии. И таким образом за 4 месяца занятий вы очень хорошо найдете друг с другом общий язык, у вас выработается доверие друг к другу, что является просто самым необходимым для дальнейшей совместной работы и получения приглашения на кастинге. Менеджеры будут вас хорошо знать, вы будете хорошо знать менеджера. И вы скажете, ну и в чем здесь секрет? А секрет в том, что большинство агентств, у которых есть свои школы моделей, они находятся совершенно территориально в разных местах. Залы арендуются в одном месте, офис расположен в другом месте, либо офис вообще сейчас находится как-то онлайн, и все менеджеры сидят по домам. Менеджеры не знают своих выпускников, выпускники не знают своих менеджеров, и менеджеры не могут доверять новеньким, вроде бы, им же подготовленным, подготовленным моделям, какие-то серьезные работы. Но если вы хотите узнать о развитии модельной карьеры после окончания нашей школы моделей, в чем отличие, на нашем сайте есть блок под названием «Моделинг». Страничка, вкладка, она находится рядом с расписанием, это будет ваша кнопка, в которой вы будете все время смотреть ваш график занятий. И вот буквально рядом с ней расположена кнопка «Моделинг». «Моделинг», пожалуйста, загляните туда, найдите статью «Что делать после окончания школы модели». Там не только теория, грубо говоря. Я разместила на этой страничке видео прямого эфира, где мы встречались с нашими выпускниками, которые буквально перед Новым годом получили дипломы. И мы чуть более часа с ними беседуем о том, что их ждет в агентстве. Если вы хотите четкую, ясную, понятную картину, как все организовано, насколько в нашей школе моделей и в агентстве идет совместная работа над продвижением новеньких лиц, обязательно посмотрите это видео и обязательно посмотрите эту статью. Так, еще большое количество телевизионных проектов, в которых принимают участие наши модели. Об этом я тоже не могу не упомянуть. Я рассказала о том, что у нас есть международные контракты, о том, что мы работаем в Новосибирске, о том, что мы работаем с конкурсами красоты, а также наши модели участвуют в телевизионных проектах. Например, Виктория Кузнецова успешно дошла до финала реалити-шоу «Ты топ-модель» на канале ТНТ. Поставьте, пожалуйста, в чат пятерочки, если вы следили за этим проектом. Возможно, кто-то из вас и загорелся желанием стать моделью, увидев этот проект. Так, смотрим. Пятерочки. Вот буквально, наверное, прошло чуть больше полгода, и уже проект стал незнакомым. Так. Ну, вы скажете, зачем вам столько информации о модельной карьере, конкурсах, шоу? Ведь вы пришли учиться сюда и, возможно, учиться для себя. И действительно, по нашей статистике, около 80% учеников приходят заниматься для себя, не планируя в дальнейшем посещать кастинги. Кто-то приходит за новыми впечатлениями и друзьями, кто-то хочет научиться фотографироваться и сделать много красивых снимков, а кто-то хочет выглядеть как модель, но пока еще боится принимать участие в кастингах. В общем-то, причин очень много. Но как только наши ученики приступают к занятиям, вся статистика полностью меняется. Просыпается огромное желание реализовать свои навыки на съемочной площадке, принять участие в модных показах и конкурсах. И, наверное, настало время перейти уже к программе обучения. На данном этапе есть у вас какие-нибудь вопросы? Что-нибудь о нашем агентстве, его истории? Вопросы пока отсутствуют. И я продолжаю. Наша программа включает в себя 9 предметов. Одну профессиональную съемку модельных тестов в студии с участием визажиста, с участием стилиста, а также, конечно, модный показ, который будет являться вашим выпускным вечером, где вы уже будете рекламировать самую настоящую дизайнерскую одежду. Это ваш фэйшн-деньги. Вы погрузитесь в репетиции, в примерки, подготовку к выходу, изучите график выходов, научитесь смотреть правильно в камеру во время дефиле и так далее. Так вот, для достижения нужного результата мы дополнили уроки дефиле в зеркальном классе именно вот этим захватывающим погружением в подготовку к модным показам. Ну и, конечно, участие в самом фэйшн-шоу. Такие занятия раскроют перед вами секреты подиумного шага. Вы научитесь чувствовать себя уверенно на высоких каблуках, ну и, конечно, дефилировать на подиуме. После каждого мероприятия модного показа предоставляется фотоотчет. Даже вам никто не предложит дожидаться окончания обучения, чтобы получить фотографии. Буквально неделя после показа и уже фотографии будут у вас на руках. Такие фотографии станут основой вашего начального портфолио, так скажем, базового начального портфолио модели. И, поверьте, выделит вас на фоне конкурентов очень выгодно. Для девушек на занятия по дефиле потребуются туфли на высоком каблуке, футболка по фигуре и лосины, желательно все черного цвета, чтобы педагог хорошо видел, как вы работаете. Для первого пробного занятия вам подойдет любая обувь. Она может быть на каблуке, а может быть на сплошную подушку. Главное, чтобы у вас была с собой так называемая сменка. Но в дальнейшем вам понадобится модельная обувь, если вы примете решение, что хотите посещать кастинги, хотите посещать фотосессии. И я дам несколько рекомендаций, как ее выбрать. Обувь для дефиле, для кастинга, для каких-то каталожных съемок в первую очередь должна быть удобной. Вам находиться на каблуках несколько часов. Каблок обязательно устойчивый. Колодка должна быть точно по вашей ноге, ни больше, ни меньше. Цвет рекомендуется черный. Но для любителей светлых оттенков допустим и светло-бежевый, только не цвет автозагара и не белый. Сейчас у вас на экране презентация, как раз светлой обуви. Вот вариант, находящийся в серединке, идеальный. Цвет автозагара и белый цвет не покупайте, если вы специально хотите приобрести обувь. Если же у вас такая обувь есть в наличии, и вы хотите в ней ходить на занятия, никаких ограничений нет. Туфельки на занятиях могут быть у вас хоть зеленые в гороши. Главное, чтобы они были удобные и хороший, устойчивый каблук. Вот что касается высоты каблука, высота каблука напрямую зависит от роста модели и размера обуви. Чем выше рост, тем более высокий каблук вы можете себе позволить. Выбирайте каблук от 6 до 10 сантиметров. Если вам еще не исполнилось 12 лет, это, кстати, у нас детские группы, девочки 10-11 лет занимаются в отдельных группах. У нас есть и 5-6 лет, и 7-8-9 лет группы. Так вот, если вы младше 12 лет, и сегодня у нас присутствуете в прямом эфире, то высота вашего каблука на занятиях в детских группах не должна превышать 6 сантиметров. Более высокий каблук противопоказан в период активного роста ребенка. Переходим к следующей презентации. Посмотрите, пожалуйста, туфли на платформе и туфли на танкетке. Они не подходят для эфире. Во-первых, они массивно смотрятся. Во-вторых, более опасные, травмоопасные. И, в-третьих, при всей высоте каблука обувь имеет невысокий взъем. Педагоги все-таки любят, чтобы взъем был высокий. Следующая презентация. Не допускается вырез центральной части лодочки. Посмотрите на первую картинку. Вырез центральной части лодочки. Такая обувь просто будет на вас хлябать. Не допускается ремешок вокруг щеколотки. Дело в том, что педагоги считают, этот вариант облегчает эфире. И буквально через один-два урока вы легко достигнете результата. Но как только в вашей жизни появится обувь без хлястика, придется заново переучивать. И также не рекомендуется открытая пятка и открытый носок. Но я хотела бы отдать должное и нашим босоножкам. Перейдем к следующей презентации. У вас на экране три вида симпатичных босоножек в стиле минимализм. Они идеально подойдут для съемок модельных тестов, так как очень изящно смотрятся на ноги. Но только не для дефилия. Нога неустойчива. Нагрузка распределяется неравномерно. И находиться в такой обуви целый час для новичка может стать довольно-таки серьезной пыткой. Наталья, расскажите, пожалуйста, про форму для парней. Для парней также предпочтительная одежда для занятий темных оттенков, чтобы педагогке вы видели хорошо очертания своей фигуры. И в случае чего педагог вас мог корректировать, видеть положение осанки, плечиков. Это могут быть и джинсы, удобные какие-то брюки, футболки, пола, рубашки. Что касается обуви, то обувь желательно выбирать на твердой, жесткой подошве, чтобы при ходьбе у вас подошва не прогибалась, как это может быть на мягких кроссовках. Кеды, туфли отлично подойдут. Приносите, занимайтесь. Если вы почувствуете, что что-то не так, слишком легко ходить, либо там тяжело, педагог вам подскажет, какую обувь следует подобрать для дальнейших занятий, чтобы качественно занимались. Следующий предмет – фотопозирование. Это предмет, который позволит вам научиться правильно работать и уверенно чувствовать себя перед камерой. А знаете ли вы, какая самая главная ошибка позирования? Вернее, обучение позирования. Это учиться позировать у тех, кто сам совершает ошибки и не владеет ни теорией, ни практикой. К сожалению, мы регулярно встречаем таких горе-педагогов, которые, не имея ни модельного опыта, ни четкого понимания нужного результата, пытаются позиционировать себя как эксперта на онлайн-просторах. А знаете ли вы, какой самый эффективный способ научиться позировать? Это полное погружение в интенсивную практику фотопозирования с эффективной программой актерского мастерства, тренингов по уверенности в себе и раскрепощения. Это позволит ученикам уже через месяц избавиться от непреодолимого барьера с кованностью и чувствовать себя уверенно перед камерой. Но это еще не все. Ведь помимо основных навыков модельной работы, необходимы правильные фотографии, подчеркивающие модельный потенциал, и без этих фотографий получить модельную работу невозможно. Дело в том, что ваши фотографии, выполненные в период обучения, будут размещены на нашем сайте. Таким образом, вы становитесь моделью Lead Stars, получаете этот статус и возможность принимать участие в кастингах. Вы скажете, ну я могу и походить по кастингам? Нет. Все реже и реже, с каждым днем организуются живые кастинги. Если буквально, может быть, года 3-4 назад они были актуальны, то сейчас 90% моделей выбирают по фотографиям, размещенным на сайте. Но это не только повлиял коронавирус. Люди привыкли к онлайн. Все хотят видеть красивый, замечательный сайт клиенты. Мы подготовили и очень сильно им хвастаемся. Первая кнопка «Модель you» – это наш новый сайт. Туда мы постепенно переносим всех наших моделей. И буквально через 4 месяца ваши фотографии тоже украсят эти страницы. Дело в том, что наш сайт, он потрясающий, удобен для клиентов, удобен для менеджеров по продвижению моделей. С его помощью легко делаются презентации. Поэтому, попав на странички этого сайта, вы уже автоматически становитесь участником онлайн-кастинга. Ну а робот будет вам сообщать о том, в каких проектах вы можете принять участие в ближайшее время. Так вот, что касается навыков фотопозирования и получения этих фотографий, еще раз повторю, мы просто не спускаем руку буквально с пульса. Мы специально включили в программу обучение. Она уже входит у вас в стоимость. Съемку в студии. Это АТОП. У них на фабричной 39 и на фрунсе расположены великолепнейшие. Одни из лучших фотостудий нашего города. Это не только красивый интерьер. Это хорошее именно оборудование. И вы будете работать с лучшими фотографами нашего города. С вами будут работать стилисты перед тем, как вас запустить в кадр. Будет утвержден образ, в чем вы будете фотографироваться, чтобы вы максимально выглядели, как на обложке журнала. Также с вами будет работать специалист-визажист для создания вот этого образа, для того, чтобы мы получили максимально лучшие фотографии. И я говорю про фотографии. Фотографии по-настоящему. Профессиональное название этих фотографий – модельный тест. И возникает вопрос, а что же такое вообще модельный тест? Хороший модельный тест? Плохой модельный тест? Я вот говорю, что нам нужен именно хороший, мы будем стремиться именно к хорошему. Так вот, модели необходимо четкое понимание, какие именно фотографии у нее будут в буке. Когда к нам приходят новички заполняя анкету «Стать моделью» на нашем сайте, они присылают нам свои фотографии. Я скажу, что к профессиональным модельным снимкам ну, может быть, 1-2% только относятся. И то в очень редких случаях. В большинстве это какие-то фотографии, больше напоминающие съемку для семейных альбомов, либо просто любительские на улице, в кафе и так далее. Вот эти фотографии никаким образом не могут повлиять на развитие модельной карьеры. Люди, которые фотографы, клиенты, производители одежды, дизайнеры, желающие выбрать модель для съемки, они в первую очередь смотрят, насколько профессиональные снимки расположены в портфолио моделей, дабы подтвердить ее опыт, что у нее действительно были какие-то студийные работы, и это совершенно не человек с улицы, который пришел и даже не знает, чем визажист и стилист, например, отличается. Так вот, мы с вами будем заниматься как раз подготовкой таких фотографий. Единственное, так, что бы я хотела рассказать про наши фотографии? Единственный минус, наверное, создания любых модельных тестов, а вы с этим столкнетесь после окончания школы моделей, единственный минус создания модельного портфолио у нас в городе, да и даже по России, так как наша школа, она работает не только в Новосибирске, но и в Москве, в том, что очень небольшое количество фотографов умеют снимать модельные тесты. Они хорошо могут сфотографировать меню для ресторана, отфотографировать свадьбу, там, день рождения, юбилей. Они могут отфотографировать ту же самую даже рекламу, но показать на снимках модельные данные, там, девушки, юноши, для того, чтобы именно их выбирали на рекламу, мало кто умеет. Ну вот, как мы решили эту проблему? Мы очень долгое время работали, и даже сейчас мы продолжаем работать со школами фотографов. Мы выступаем, проводим занятия, рассказываем о требованиях к модельным тестам. Мы привозили фотографа из Москвы, мы возили модели в Петербург, мы брали в руки сами фотоаппарат, чтобы получить нужные снимки. И вот, чтобы вы вникли в понимание все-таки, что такое хороший фотограф и хорошие модельные тесты, я хочу рассказать вам на примере истории нашей модели Ольги Жуковой. Кстати, ее история успеха размещена у нас на сайте, также во вкладке «Моделинг». Давайте перейдем к фотографии Ольги. Более 10, даже я бы сказала, более 12 лет назад мы обратили внимание, что в подростковой группе у нас занимается перспективная девочка. Сразу скажу, что Ольга сейчас популярная модель, объездившая весь мир. Она живет, учится и работает моделью сейчас, в данный момент в Лос-Анджелесе. Но более 12 лет назад, чтобы начать ей работать, нужны были фотографии. Мы бросились по разным студиям, школам фотографов в надежде, что какой-нибудь новичок талантливый снимет то, что нам нужно. И вот как раз перейдем к фотографиям, которые мы получили. Это пара лучших снимков на тот момент, которые, к сожалению, не подчеркнули модельные данные Ольги. Глядя на эти фотографии, вы скажете, симпатичная девочка, но таких в каждом классе много. И наше видение, что это будущая топ-модель, оно никак не доказано. И чтобы ей, например, тот же самый получить контракт в Лондоне, ей без фотографий не доказать, что она именно та самая, которая может брать лучшие показы, открывать показы, работать с дизайнерами. И, наконец-то, нам повезло, согласилась Ольгу снять, Елена Турцева. Я, как сейчас помню, давайте перейдем к этим снимкам. Посмотрите разницу. Еще раз я попрошу назад лиснуть к предыдущему кадру на Ольгиной фотографии 12-летней давности, которые нам делали фотографы, кстати. Сейчас фотографы точно так же снимают, только немножко другая обработка. Ну, все тот же самый голос за кадром. Встань как-нибудь, одень что-нибудь там на себя, сама образ подбери, накрасься как-нибудь, сама выбери себе стиль там, укладку. Так вот, вернемся к фотографиям Елены. Эта фотография тоже сделана более 12 лет назад. И я, как сейчас помню, Елена во вторник отдала нам фотографии Ольге, а в среду уже пришел контракт с известным модельным агентством Лондона «Некст». И благодаря этим снимкам Ольга как раз получила первые свои навыки международного опыта. Давайте перейдем к моей любимой обложке. Это обложка журнала «Мэри Клэра», для которой Ольга снялась в 2011 году в Малайзии. И если бы не снимки Елены, Ольга бы, возможно, никогда бы не появилась на этой обложке. Ольга знает, что это моя любимая история. Я каждый раз рассказываю новичкам о том, как действительно можно хорошо начать развитие мобильной карьеры, если тщательно подготовиться к фотосессии, великолепно на ней отработать, то можно получить любой совершенно контракт. И посмотрите, следующий наш кадр – Ольга, наши фирменные маечки «Литстарс». Кстати, ее можно приобрести для того, чтобы посещать наше занятие. Также эти маечки великолепно смотрятся, если вы приходите на них на кастинги, особенно когда кастинги массовые. Когда приходит ряд агентств, то вот эти брендовые маечки вас выгодно будут выделять на фоне остальных моделей, потому что «Литстарс» – это настоящий бренд качества, и клиенты всегда дадут предпочтение модели с подготовкой «Литстарс». Посмотрите, какие замечательные фотографии мы получаем от моделей из разных уголочков нашей планеты. Это модели, которые работают еще по международным контрактам. Здесь вот Ольга, фирменная нашей майки в Лос-Анджелесе. Так, я надеюсь, что скоро вы тоже нам будете присылать именно такие же снимочки. По-настоящему огромное количество учеников у нас проходит на собраниях. Раньше собрания у нас проводились в актовых залах. Все кресла были заняты замечательными, красивыми девушками и юношами. Сейчас мы проводим в прямом эфире. И у всех совершенно одинаковый шанс начать развитие модельной карьеры. Все буквально на одном уровне. И если вы загоритесь, то вы находитесь действительно в самом нужном агентстве, которое поможет с развитием модельной карьеры. Мы гордимся выращенными нашими звездочками. Скорее всего, вы уже наслышаны о наших топовых моделях, которые работают по всему миру. Поставьте, пожалуйста, в чат, давайте, четверочки. Если вы знакомы с нашими звездами, которые имеют международные контракты и снимаются для Гуччи, снимаются для Диор, открывают показы Армани. Давайте посмотрим, что вы пишете в чате. Возможно, кто-то из вас как раз идет к нам в школу моделей по такой вот рекомендации. Вижу. Вижу, что еще никто не знаком. Так, ладно. Ну, надеюсь, скоро вы увидитесь с нашими моделями стоповыми. Дело в том, что на каждом выпускном, на каждом нашем модном проекте мы записываем историю успеха. Они размещены у нас на сайте и также на нашем канале YouTube, где наши звездочки рассказывают о том, как они покоряли те или иные модельные контракты, подиумы, в общем, олимпы модельного бизнеса. Так, давайте перейдем к следующему предмету – актерское мастерство. Наша программа позволит добиться вам нужной эмоциональной наполненности в кадре. С первого дня мы начнем проводить практические упражнения на работу с эмоциями. Разберем инструменты раскрепощения и основы расслабленного позирования, которые помогут вам настроиться на съемку, а также избежать телесной зажатости и эмоциональной скованности. С нашими занятиями вы определите свои слабые стороны и начнете работать над ними. Для занятий по фотопозированию вам также потребуются черная трикотажная одежда, не стесняющая движение и сменная обувь. Еще один хороший очень предмет, который мы включили в программу, – это макияж, а вернее макияж для модели. Вы подробно разберете модельную косметичку, научитесь наносить легкий корректирующий макияж, идеально подходящий для модельных кастингов, для модельных съемок. Вы действительно обникнете в секреты, связанные с подготовкой модель к фотосъемке. К нам приходят часто, так как сейчас очень популярны курсы визажа, стиля, много онлайн подготовки по этим направлениям, и к нам часто приходят ученики, которые уже пробовали себя в роли визажиста и, столкнувшись с нашей программой, находят для себя очень много новой информации, связанной с работой на съемочной площадке, с макияжем для съемок, макияжем для модельных тестов и так далее. И уже для второго занятия вам, конечно, потребуется косметика. Толя, расскажите, что именно нужно будет с собой приносить? На первое занятие по макияжу достаточно вы принести с собой тетрадь, блокнот, ручку. Вы запишите всю важную информацию, педагог вам расскажет, какие кисти потребуются, какие косметические продукты, какой тональный крем, какая тушь. Расскажет также нюансы мужского макияжа. Всю информацию записывайте, запоминаете, косметику фотографируете. И уже с нужной такой информацией полезной, вы приходите в магазин и приобретаете необходимые косметические продукты, которые вам пригодятся на уроках, на кастингах и в будущем на съемках. Зачастую клиенты просят собраться модель самостоятельно, сделать какой-то дневной макияж, подготовить кожу, сделать легкую укладку. На последующие часы по макияжу и по прическам парни ходят по желанию, так как занятия очень веселые. Мальчики также могут приходить послушать, но это не является обязательно, вы можете их заменить любым другим предметом. Например, в месте занятия по макияжу вы можете пустить занятия по дефиле, по пассировке, либо по актерскому мастерству, то, что вам будет более интересно. Например, там, где у вас имеются какие-то провелы, вы можете восстановить и прийти с группой позаниматься. Следующий предмет – это стилистика и создание образа для фотосессии, а именно работа с самым настоящим известным стилистом нашего города. Это, кстати, одни из самых запоминающихся занятий, где вы научитесь создавать образы для съемок портфолио. Занятие проходит с люциной, она очень популярна у нас в городе, и в результате этих занятий вы получите большое количество идей для фотосессии. Если попрактикуетесь и не поленитесь, вы можете выглядеть на своей фотосессии, как на обложке журнала. Следующий предмет – видеотренинг. Этот предмет раскроет основные правила работы перед камерой. Цель этих занятий – научить вас чувствовать себя естественно на съемочной площадке, хорошо выглядеть в кадре и, главное, привыкнуть к ней. Тоже для занятий понадобится удобная форма, та же самая наша черная трикотажная, не стесняющая движение, плюс любая сменная опыта. Кроме видеотренинга, вот того, о котором я только что сейчас упомянула, у вас будет второй вид видеотренинга. Получается, их два вида. Первый видеотренинг – это тот, который научит вас работать в качестве актера перед камерой для того, чтобы выбрали любые видеопробы, проходили любые кастинги и, конечно, снимались для видеорекламы. И второй видеотренинг, он специально создан для предмета дефиле по нашей авторской программе для того, чтобы вы могли отработать ошибки. Дело в том, что наши педагоги считают, что зеркало недостаточно для того, чтобы ученик увидел свои ошибки по дефиле и тем более по фотопозированию. Поэтому вашу проходку, там, подиумный шаг, как вы смотрите в камеру во время дефиле, это тоже играет роль, потому что в дальнейшем будем стремиться получить с каждого вашего выхода дефиле на подиум максимально хороший фотоотчет. Мы тут у нас просто, можно сказать, пунктик. Если посмотрите наши фотоотчеты с мероприятий, их не делает никто такого уровня. И нам важен тоже, опять-таки, каждый кадр, мы буквально тряснемся над каждым снимком. Работают по созданию этих фотографий лучшие фотографы нашего города. И так, про видеотренинг. И как раз на занятиях по видеотренингу вы будете отрабатывать все. Как расслаблены мышцы лица, насколько они зажаты, есть ли асимметрия, какой ракурс ваш лучше, как вы позируете, где видите или не видите вы свои ошибки. Педагогу снимаю это вас на видео, а потом на мониторе буквально пальцем показывает эти ошибки, которые вы не чувствуете перед зеркалом. Потрясающее занятие, дает нам великолепный результат. Я надеюсь, что вы тоже войдете в число наших выпускников, от которых в восторге будут наши фотографы, присылающие нам великолепные отзывы о том, как хорошо работают ваши выпускники, сразу же после школы моделей, практически не имея опыта на коммерческих работах. Следующий предмет – это тренинг по уверенности в себе. Без него в моделинге никак. Он посвящен умению построить публичное выступление, привлечь и удерживать внимание, а также справиться с волнением и со своими эмоциями. Действительно, бывают эмоции настолько зашкаливат, что ученик может выйти на первый свой в жизни показ, держа в руках телефон от волнения. У нас одна из наших выпускниц забыла убрать телефон, вышла с ним, продефилировала, и когда вернулась за кулисы, она поняла, что у нее в руках был телефон. Вот такие вот волнения возможны, когда вы начинаете работать уже в роли модели перед аудиторией. Так вот, на презентации, которая у вас сейчас размещена на экране, фото Алиси Романа. Эта девушка сумела построить карьеру международной модели с ростом 167 сантиметров благодаря уверенности в себе. Алиса Романа – это ее модельный псевдоним, известный в модельном мире. И вот именно под этим псевдонимом Алиса Романа на известном модельном мире не только как модель, но и как фотограф. У нас в России она популярна благодаря участию в реалити-шоу «План В» и «Холостяк». Кстати, Алиса очень уникальный человек. Она сейчас тоже в Лос-Анджелесе. И одна из ее дальнейших, так скажем, один из дальнейших путей развития ее после моделинга – это съемки в кино. Ну и, конечно, как ни Голливуд. Алиса сумела избавиться полностью от акцента. Она уже посвящает себя различным телешоу, чтобы набираться опыта. Тем более вот в период каротина она была в Москве, не вылетала какое-то время. И эти шоу стали для нее вот эти наши реалити, которые идут на, по-моему, ТНТ. Они стали для нее реальной отдушины. Она проходила курсы и телеведущих. Сама она еще также работает как фотограф. В общем, она и за камерой, и перед камерой на съемочной площадке. И моя мечта – увидеть ее в роли девушки Джеймса Бонда. Алиса об этом знает. Так вот, успех Алисы начался в 16 лет с очень интересной историей. Находясь во второй своей поездке в Токио, Алиса узнала, что проходит кастинг на обложку журнала Vogue. Алиса потребовала с Букера отправить ее на этот кастинг. Но Букер не верит в новую модель. Вы с этим тоже столкнетесь. Если наш менеджер, который вас знает, он уже видит ваш потенциал, он в вас верит, то, как наши модели говорят, каждая новая поездка, новое агентство, надо доказывать эту формулу заново, то, что вы именно та модель, которой можно доверять крутые, крупные проекты. Так вот, Алиса, помимо того, что это была у нее одна из первых поездок, буквально вторая поездка, она еще сама, модель, можно сказать, без опыта, Букер, конечно, в нее сильно-то и не поверил. И посчитал, что посещение этого кастинга будет пустой тратой времени. Такий вот японцы упорный. Так вот, она в буквальном смысле слова притащила его на кастинг. Там на кастинге она увидела множество топовых моделей. Модели приезжали даже из соседних городов Японии, из разных буквально модельных агентств, с огромными буками, опытом для того, чтобы взять эту обложку. Дело в том, что обложка – это прям лотерейный билет для модели. Она прилетела в ту или иную страну по контракту, взяла обложку, через месяц эта обложка уже опубликована, и модель востребована на рынке, потому что она взяла именно эту обложку, там еще какой-то бренд, еще какой-то разворот в этом журнале, она поработала с каким-то именитым фотографом, она модно-популярна, поездка удалась. Так вот, после кастинга Олеся, когда вернулась в агентство вместе с Утрямым Бокером, когда ему сообщили, что именно Олеся была выбрана для этой обложки, его удивлению не было предела. Нам даже письмо написали о том, что вот какая крутая модель. Что с первого же раза, с пустым, можно сказать, модельным буком, со слабым еще английским языком, она взяла эту обложку. Там в письме еще было написано, что они решили, что из-за того, что Олеся очень сильно хотела эту обложку, она просто горела на этом кастинге, и плюс вот эта вот уверенность в себя, что она себя взяла и взяла этого букера, позволила ей стать популярной уже в второй поездке на японском модельном рынке. Итак, следующий предмет – питание модели, который вас ждет. И самый часто задаваемый вопрос на просторах интернета – это как похудеть? Буквально во всех поисковиках этот вопрос лидирует, и миллионы девушек и юношей, мечтающих о идеальной модельной фигуре, все ищут ту самую диету. Так вот, вам расскажут о том, что же является правильным модельным питанием. В большинстве случаев люди, выходящие с этих занятий, говорят, я же знал. Так вот, именно ошибки в питании, эксперименты с диетами приводят к увеличению массы тела. И чтобы вы не экспериментировали с чем-то сложным и понимали, что простые продукты позволяют вам хорошо выглядеть, особенно в вашем возрасте. Поэтому мы ввели предмет правильное питание. Следующий предмет – моделинг. У вас сейчас должна появиться на экранах Александра Карпова, наша топовая модель. Это, по-моему, Лондон. Тоже статья есть об этом показе. Причем это показ мужской моды, и она участвует в нем, открывает эти показы. Причем показы были в Лондоне именно мужской моды. Так вот, вас ждет предмет моделинг. Невероятно хороший предмет. Вообще-то этот предмет можно назвать теоретической частью модельного бизнеса. Дело в том, что успех моделей зависит именно от знания специфики построения модельной карьеры. У нас большинство руководителей модельных агентств не понимают, как строить модельную карьеру, что говорить о моделях. Так вот, вы вникнете во все эти этапы. Вы познакомитесь с видами модельной работы, рекомендациями по прохождению кастинга. У вас будет даже кастинг в тренинге. Вы узнаете о требованиях к моделям и к модельному портфолио. Ну и, конечно, поговорите с экспертами в этой области. Также разберете и соцсети. Как с помощью соцсетей дополнительно продвигать себя как модель. Например, как использовать Инстаграм в роли мини своего сайта. Как появиться на радарах наших, например, новосибирских фотографов, используя наши брендовые хаштеги. Но об этом чуть попозже. Итак, модные показы, которые вас ждут. Я хочу буквально похвастаться великолепными снимками после показов, которые наши ученики получают на рамки. Еще раз напомню, что для достижения нужного результата мы включили в программу участие наших учеников в фэйшн-шоу. Посмотрите, какие великолепные кадры. Так вот выглядят фотоотчеты и в дальнейшем эти фотографии украшают ваш раздел на нашем сайте. Портфолио моделей. Действительно, эти фотографии станут отличным дополнением. И еще раз повторю, что с помощью этих фотографий вы легко докажете ваш опыт участия в модных проектах. И перейдем к вручению диплома. Сейчас у вас на экране вручение диплома в фотостудии. У нас бывает несколько проектов. И в зависимости от того, какой у вас будет стоять в плане проекта, а у вас будет стоять отдельно фотосессия, и показ, по-моему, ваша группа назначена на 22 мая. У вас будет открытый показ и открытое вручение, дай бог, чтобы не закрыли на карантинной площадке, открытое вручение диплома. Вот эти предыдущие фотографии не студийные. Это как раз та площадка, на которой будет проходить ваш выпускной. Вот посмотрите, как у нас проходит вручение дипломов. В данном случае это фотостудия, но примерно то же самое вас ждет, только уже на открытой площадке. Дипломы выполнены в стиле обложки глянцевого журнала, на которой уже ваши фотографии с вашей фотосессией. И вот такая вот обложка глянцевого журнала вас ждет. И у нас родители говорят, как же тут не приобрести уверенность в себе, когда такие модельные карточки, а вот еще давайте похвастаюсь вам, даже контентом для Инстаграма мы балуем наших учеников. Посмотрите, как будут выглядеть ваши афиши для того, чтобы вы пригласили всех ваших друзей и знакомых на мероприятие, где вы будете принимать участие уже в роли модели. И, конечно, мы не можем не похвастаться отзывами. Если честно, не успеваем даже выставлять отзывы на сайт, но в большей, наверное, степени можно посмотреть наши отзывы о нас на фланге. Мы благодарны нашим выпускникам за теплые слова. Так, и я хочу познакомить вас с командой Leadstars, которая будет курировать вашу группу. Еще раз напомню, я являюсь директором школы модели, или меня нет на этой фотографии. У вас вот сейчас как раз появилась эта фотография. Слева Наталья, и она у меня рядышком тоже слева, менеджер по развитию новых лиц. Ее задача – организовать процесс обучения, курировать группы и комфортно передавать выпускников модельное агентство. Если вы пропустили какое-то занятие, что-то случилось, у вас есть какие-то вопросы, вы забыли туфли в кабинете для репетиций, это как раз вот Наталья по всем этим моментам. Справа на фотографии Оксана, менеджер по подбору моделей. И сегодня, кстати, у нас Оксана помогает вести нам прямой эфир, но уже в роли техподдержки. Оксана отвечает вам на ваши вопросы в чате. А в середине Мария, основной педагог, она у нас в соседнем кабинете сейчас занимается с группой, готовит их к фотосъемке, которая вот буквально у них на днях состоится 30 января, в воскресенье. Вообще мы каждый день свой посвящаем раскрытию потенциала начинающих моделей. И настало время перейти к программе стоимости акций и скидок. Я уже увидела, что вы в чате спрашиваете, что же вас ждет в плане расписания, графика. Я передам слово Наталье. Да, и сразу скажу, что есть некоторые отличия от программы, от стоимости обучения для категории наших учеников от 12 до 27 лет и от 28 до 60 лет. Если на собрании сейчас у нас присутствуют девушки от 28 лет, напишите, пожалуйста, я тогда позже расскажу по стоимости. Если есть наши губы, те, кто старше 28 лет, поставьте, пожалуйста, в чат плюсики. Хотя мы тоже все-таки расскажем. Неважно. Можете не ставить. Вот я вижу, есть первые плюсики, но можете не ставить. Дело в том, что этот эфир будет смонтирован завтра к вечеру, будет размещен на канале. Вам пришлют ссылки. А также те, кто не смог принять участие в сегодняшнем прямом эфире, они смогут посмотреть нашу встречу в записи. Отличная групповом у нас тоже есть. Да, групповом у нас. Сначала расскажу по стоимости обучения по графику для учеников от 12 до 27 лет. Курс обучения длится 4 месяца. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. После собрания сайт перенесет вас на платформу по расписанию, где вы напишите ваши свободные дни, ваши свободные часы. То есть на основе вашей занятости мы будем составлять график занятий в течение недели. И на следующей неделе мы сообщим, когда стартует группа, когда состоится первое пробное занятие. Стоимость обучения у нас делится на 4 взноса. И стоимость обучения в месяц у нас составляет 5950 рублей. В эту сумму, хочу акцентировать ваше внимание, уже включено участие в модном показе и фотосессия. Также предусмотрены скидки. Скидка 5% действует, если вы оплату производите раз в месяц, но при этом срок указан в договоре. Тогда сумма составит 5653 рубля. Можно произвести оплату сразу за 2 месяца. Скидка будет увеличена до 10%. И сумма тогда составит за 2 месяца 10710 рублей. Если же решите после пробного занятия платить сразу 4 месяца, то предоставляется максимальная скидка 20%. И сумма тогда составит 19040 рублей. Также скидка 20% действует, если на обучение приходит ученик из многодетной семьи или на обучение идет 2 ученика с одной семьи. Например, мама с ребенком, мама вумен, ребенок подросткового группы. Или сразу, например, там брат сестра идут, два брата, две сестрички, с племянницей и так далее. Для вас тоже будет действовать скидка 20%. Что касается нашей группы вумен от 28 лет. Стоимость обучения в месяц составляет 3750 рублей. Также действует скидка 5%. Сумма тогда составит 3563 рубля. И скидка 10%, если вы оплату производите сразу за 4 месяца. Сумма тогда составит 13500 рублей. У группы вумен курс рассчитан на 4 месяца. Занятия проходят один раз в неделю по 2 часа. Здесь мы тоже с вами выбираем удобное время. Как правило, это либо будний день вечер с 7 до 9, либо с 6 до 8, либо какое-то время выбираем выходной день, субботу или воскресенье. И у группы вумен в данную стоимость также включено участие в модном показе. А если вы какие-то занятия пропускаете, не переживайте, у вас ничего не сграть, вы можете восстановить с другой группой. У нас очень удобная навигация. В расписании написан номер предмета, номер темы. Вы записываете, либо там делаете скрипт. И я вам напишу, с какой группой, когда вы можете это занятие восстановить. А бывает такое, что ученик, например, заплатил сразу за 4 месяца, но большая нагрузка по учебе, сессия, экзамены, либо загруженность на работе, обучение можно заморозить, приостановить. Вся оплата за вами сохраняется, все скидки. Можно заморозить на месяц, на 2, на полгода даже. И по возможности потом вы к нам возвращаетесь и доучиваетесь в тот кусочек, который остался. Сейчас можете написать вопросы, мы пролистаем и с радостью вам ответим. Так, для группы вумен фотосессия включена в стоимость курса. У вас включено участие в модном показе. И дополнительно вы можете поучаствовать в фотосессиях. Мы организуем фото дни, предлагаем вам различных фотографов, с которыми мы, конечно, работаем, в результате которых мы уверены. И вы по желанию уже можете поучаствовать в таком фото дне. Так, как складываются отношения агентства и модели после вручения диплома? Наилучшим образом. Вы после обучения проходите собеседование. Собеседование проходит в приятной, такой очень дружеской, даже, можно сказать, семейной атмосфере, где мы вас спрашиваем, готовы ли вы работать моделью. Если вы желаете работать моделью, если вам интересно, то мы вас поддерживаем, мы ставим вас на сайт. То есть мы такую возможность даем каждому выпускнику. У нас нет такого, что вы проучили в школе модели, говорите, хочу работать, но нет, в агентство не возьмем. Такого в практике у нас нет. Мы даем возможность каждому. Готовим портфолио, даем качественную подготовку, выставляем на сайт, который продвигается, который регулярно просматривается клиентами, заказчиками, фотографами, стилистами и так далее. И даем вам уже работу. Вы проходите кастинги. И от чего будет зависеть успех, выберут вас или нет, мы подробно разберем на занятиях по моделингу. Это очень большой такой вопрос, который мы обсуждаем в течение трех занятий, на протяжении трех занятий. Да, я еще раз повторю, что на нашем сайте в разделе моделинга есть статья, что будет после окончания школы моделей, где размещена не только теория, где мы подробно расписываем все по пунктам, но и, по-моему, час десять, часовое такое видео, где мы непосредственно беседуем с выпускниками. Это собеседование у нас прошло недавно, в январе, в этом году. Это свежее собеседование. И те, кто хотят построить модельную карьеру, вы можете посмотреть, чтобы уже сформировалось представление. Но я хочу вам сразу сказать, гарантия, что будут выбирать всех и будут все работать, нет. Мы можем гарантировать на данном этапе только то, что вы получите хорошую подготовку, у вас будут хорошие фотографии, вы будете размещены на хорошем сайте, у вас будет хороший опыт участия в показах, хороший опыт работы на съемочной площадке, вы будете представлены в презентации нашим клиентам, вы будете подписаны на робота и получать всю информацию о кастингах, у вас будут общие индивидуальные кастинги, все это в прямом эфире говорится. Также вам все это проговаривается в ходе обучения, вам рассказывают, что такое кастинги, какие виды кастингов и так далее. И понятно, что будут выбирать не всех, будут выбирать какую-то часть и какая-то часть из этих выбранных просто не сможет работать, потому что большинство съемок проходит в дневное время. Наши производители, с которыми мы сотрудничаем, фотографы, это люди, которые работают так же, как и мы, с 10 до 7 и мечтают потом уехать домой и в выходные дни сидеть дома. Так вот, если у вас в это время нет свободного вообще даже часика на съемки, то вы будете выпадать из большинства съемок. Если вы уже были в фотостудиях, наверняка замечали, что выходные дни и вечерами забиты съемки именно модельными тестами. Вся коммерческая работа, каталогия, там, не знаю, просто какие-либо любые рекламы, хоть там, крема, все это происходит именно в будние дни. Об этом во всем вам будет рассказываться в ходе обучения. Кто-то слишком юный для того, чтобы прям сразу же после школы модели стартовать, и он у нас переходит в группу девелопмент, в группу развития, где мы за ним наблюдаем, он все еще продолжает участвовать в наших искусственно созданных проектах, дабы не терять опыта. Кто-то не может сразу стартануть, потому что ему элементарно некогда ходить даже на кастинги. Он тоже может находиться в нашей базе, получать информацию, и мы все равно дождемся, когда там закончится ваша сессия или когда вы напишите свою диссертатскую работу и так далее. По поводу ограничений на занятиях. Неважно, какого роста, какого типа фигуры к нам приходит ученик, там, на природном состоянии кожи. Важно ваше желание заниматься. К нам приходят ученики с различными целями для себя, для своего развития, побороть какой-то страх выступления перед публикой, хотят красиво получаться на фотографиях, чтобы была красивая, женственно уверенная походка и так далее. Либо же вы приходите к нам для того, чтобы в будущем работать моделью. И модели тоже работают различного типажа, различного телосложения. Все зависит от ваших стремлений, от ваших желаний. Спасибо. Уже комплименты. Спасибо. Так, поставьте, пожалуйста, в чат, какие мы цифры еще не использовали, семерочки. Если нет вопросов, мы будем понимать, что можно завершать наш эфир. Завтра вечером он будет смонтирован. И если вы хотите, напишите нам в WhatsApp, мы вышлем вам ссылочку. Он будет размещен в общем доступе на нашем канале, на YouTube-канале. Так, все вижу, семерочки. Давайте еще подождем буквально секунд 30, чтобы действительно понять, что никто не пишет сообщение. Вопрос. Все. Так, возможно, еще есть вопросы. Ждем. А, вот, Максим, да. Да, 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 вот есть. Все-таки поздно подключился. Уточню, когда будет согласование расписания. После окончания эфира вас сразу перекинет на пожелания по расписанию. Дело в том, что мы знаем, что вы все заняты. У вас учеба, уроки и так далее. Мы не можем просто так поставить, абы как это расписание составить. Мы учтем ваши пожелания. Вы попадете на расписание и заполните максимально все дни. Минимум три дня. Выберите, пожалуйста. Там будет указан понедельник, например. Учусь до трех. Напишите, с четырех могу заниматься. Там вторник не могу. У меня там целый день конный спорт английский. Вторник могу с пяти. Суббота не могу. Воскресенье могу. Отметьте. Напишите, что у вас там группа девушки, подростки, группа вумен. Наталья, до конца этой недели разработает расписание. И группа стартует в начале февраля. Так, хочется к вам ходить, но я не просила. Максим, все красивые. Мы вас будем учить уверенности в себе. По-настоящему многие модели о том, что они красивые, они узнали в агентстве. Ирина, так, в WhatsApp. Мы отправим информацию по расписанию в WhatsApp. И занятия у группы вумен для девушек у 28 лет проходят один раз в неделю по два часа. Да. Девушки, юноши занимаются два раза в неделю по два часа. У них и обучение дороже. Там и фотосессия входит. Вумен обучение дешевле, потому что они занимаются один раз в неделю по два часа. И у них фотосессия не входит. Она организуется отдельно на выбор, потому что девушки старше 28 должны иметь выбор максимум по фотографам. Мы предлагаем, вы выбираете, и уже комфортно идете в организованный нами фотодень. Но показы входят у всех групп. Так, 12 лет. У группы 12 лет два раза в неделю по два часа. Так, ссылку на YouTube канал. Сейчас кинем. Все ссылочки на наши соцсети вы можете увидеть на нашем сайте. Вниз прокручиваете. Так называемый подвал сайта. Это черный у всех сайтов в ТИЗУ идет. Обязательно такой подвал, который и включает в себя раздел контакты, ссылки. Так, для Вума. Средняя цена у нас снимает просто несколько фотографов. Примерно от 4 тысяч до 6. Зависит от фотографа, от пакета, что туда входит. Макияж, прическа, аренда, студия, стилист и так далее. От 4 тысяч. Возможно, группа выходного дня будем, да, в течение недели обрабатывать все заявки, анкеты, ваши пожелания, составлять график, связаться с вами. Обязательно вам отправим в расписание. Итак, еще ждем несколько, наверное, секунд 10. Вдруг есть вопросы. Еще остались вопросы. В любом случае, на нашем сайте в нижнем левом углу есть значок WhatsApp. Это наш дежурный номер. Мы практически на нем находимся круглосуточно. Он доступен для наших учеников, особенно если что-то забыли в кабинете, какой-то одежды для репетиций. Напишите ваши вопросы. Даже если вы хотите узнать, какие туфельки необходимо приобрести на занятия. У нас часто бывает, приходит в магазин, выбрали несколько вариантов обуви, сфотографировали, выставили нам WhatsApp. Мы вам посоветовали, что из этого больше подходит на наш взгляд. Так, от скольких человек группа? Вообще считается, что от 7 человек группа уже запускается. 7 человек – это уже сформированная группа. От 7 до 15, но в среднем, где-то, наверное, человек 10-12. Да, 10-15. Так, все, я вижу, вопросы подходят к концу. Мы смело завершаем эфир. Благодарим вас за то, что вы были сегодня вместе с нами. И будем рады видеть числе наших учеников.